Братья-близнецы Арсений и Афанасий, чуть смущаясь, идут по территории 150-й мотострелковой дивизии. Прямо в этот момент исполняется их новогоднее желание побывать в настоящем войсковом соединении. И не просто соединении, а еще каком легендарной Идритско-берлинской дивизии. Дивизия славится тем, что в годы Великой Отечественной войны нам была удостоена честь «Водружение знамени над Рейстагом». Данный экспонат представлен на плакате, когда водружали знамя. И вот братья Чумаковы встречают своих главных проводников в этот день – братьев Воробьевых. Опытные танкисты приглашают новых юных друзей на полигон. Какое же вождение танка без специального обмундирования? Естественно, главный здесь – шлемофон. Надел – и можно забираться в кабину. Благо, танк уже заведен и полностью готов к операции. От таких впечатлений у парней буквально перехватывает дыхание. И на камеру они сказать ничего не могут. А вот мама будущих танкистов эмоциями делится. Мне кажется, что военный – это такой человек, который может все. Сам может все. На него можно опереться в любой момент. На вот такой танк, да, и ты будешь понимать, что это твоя защита эмбора. Вот такой военный. И такой я, наверное, представляю армию. И очень хочу, чтобы мои мальчишки… Будут они военными? Не будут. Но они понимали, что такое быть настоящим мужчиной. Теперь пункт обогрева, который одновременно является наблюдательным пунктом за учениями на танковом полигоне. Здесь специально для Арсения и Афанасия устроен показательный заезд с настоящей стрельбой. Ну и не забыли танкисты, что скоро Новый год. Вот они – патроны конфеты. А к ним – пожелание-приказ. Иван Полехин, Юрий Санкин, Первый ростовский.